здравствуйте дорогие подписчики меня зовут михаил я начальник службы сервиса компании сантехмаркет после прошлого видео про металлические радиаторы в комментариях выписали что нужно снять обзор и на алюминиевые в нашем городе их также большой ассортимент и потребителям сложно выбрать давайте будем разбираться радиаторы пронумерованы в случайном порядке и под каким номером какой бренд я не знаю обратите внимание радиаторы мы распилили для проведения замеров и сравнения на первый взгляд они выглядят одинаково но если рассмотреть более детально то можно выделить некоторые из них по аналогии с биметаллическими радиаторами мы разделим алюминиевые на две группы стандартные радиаторы и облегченные модели в отличие от большинства алюминиевых радиаторов у модели 1 и 12 нижняя заглушка круглой формы давайте проверим ее магнитом у классической модели заглушка не магнитится она алюминиевая у модели 1 заглушка магнитится она стальная и у радиатора номер 12 заглушка стальная тоже магнитится с визуальным осмотром закончили теперь перейдем к замерам мы замерим высоту радиатора его ширину глубину вес одной секции и толщину стенки коллектора а также другие параметры теперь приступим к взвешиванию радиатор номер один 1386 грамм радиатор номер 2 946 грамм радиатор номер 3 632 грамма радиатор номер 4 695 грамм радиатор номер 5 989 грамм радиатор номер 6 665 грамм радиатор номер 10 7759 грамм радиатор номер 7759 грамм радиатор номер 8 811 грамм радиатор номер 9 665 грамм радиатор 10 633 грамма 11 радиатор 878 грамм 12 1155 грамм и 13 1191 грамм делаем замеры каждой секции высота секции у нас 565 миллиметров ширина секции 77 миллиметров глубина секции 90 миллиметров высота коллектора 469 миллиметров ширина горизонтального коллектора 80 миллиметров приступаем к измерению площади так основная панель 475 миллиметров высота и 76 ширина высота задней панели 480 миллиметров ширина 65 миллиметров длина ребра 1 395 миллиметров 395 миллиметров ширина 34 миллиметра второго ребра ширина 25 миллиметров длина 470 миллиметров длина третьего ребра 440 миллиметров глубина третьего ребра 33 миллиметра 33 миллиметра так глубина маленьких ребер идет 21 миллиметр длина 80 миллиметров замеры первой секции закончили End of CON ДВИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Замеряем толщину стенки вертикального коллектора и диаметр горизонтального коллектора. Радиатор номер 5. Диаметр горизонтального коллектора 30 мм. Толщина стенки вертикального коллектора 2 мм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также высчитали объем секции в литрах по формулам объема. Как уже говорили, радиаторы разделим на две группы. Стандартные модели и облегченные. Разделим по среднему весу за секцию. Он составил 869 г. В группу стандартных радиаторов попали радиаторы под номерами 1, 2, 5, 6, 11, 12 и 13. Выберем среди них лучшие по каждому параметру. Параметры веса это радиатор под номером 1. Параметры высота это радиатор под номером 5. По ширине секции радиатор под номером 12. По глубине радиатор под номером 1. По площади отдающую тепло радиатор под номером 1. По сечению коллектора радиатор под номером 13. По толщине стенки радиатор под номером 6 и 1. Так, высота коллектора и длина основного коллектора, а также его диаметр у нас с параметры примерно одинаковые, определить лидера не получается. И по объему секции у нас на первом месте радиатор под номером 13. Лучшим по всем параметрам у нас выходит радиатор под номером 1, на втором месте радиатор под номером 13, на третьем месте радиаторы под номером 5, 6 и 12. В группу облегченных радиаторов попали модели под номерами 3, 4, 7, 8, 9 и 10. Среди них также выберем лучшие по каждому параметру. По параметру веса у нас радиатор под номером 8, по высоте, ширине и глубине также радиатор под номером 8 и по глубине также радиатор под номером 10. По площади теплопередачи у нас радиатор под номером 7, по площади сечения коллектора у нас радиатор под номером 4, по толщине стенки радиатор под номером 4 и по объему секции радиатор под номером 8. В следующей части видео мы вскроем конверт с паспортами радиаторов и узнаем под каким номером какая марка скрыта. Также запомним характеристики, заявленные производителями и посчитаем необходимое количество секций для обогрева помещения площадью 20 квадратных метров и стоимость такого радиатора. Теперь вскроем конверт и узнаем под каким номером какой радиатор у нас находится. Под номером 1 радиатор рефар, под номером 2 радиатор ромер, под номером 3 радиатор ферензо, под номером 4 теплоход лайт, под номером 5 оазис ру, под номером 6 радиатор фрегат, под номером 7 радиатор ромер, Под номером 8 радиатор Oasis RU-N Под номером 9 радиатор RIMSAN Под 10 номером радиатор BINARMO 11 радиатор теплоход 12 радиатор Royal И 13 радиатор Rodena Теперь заполним данные из паспортов Заявленные производителем объем секции и теплоотдачи Также посчитаем необходимое количество секций Для обогрева помещения площадью 20 квадратных метров И стоимость такого радиатора Согласно рекомендации СНИП Для обогрева 1 кубического метра помещения Необходимо не менее 41 ватта тепла Или при стандартной высоте потолков 2,5 метра 100 ватт на 1 квадратный метр площади Исходя из этого рассчитали количество секций Необходимые для обогрева помещения 20 квадратных метров У радиаторов группы стандарт теплоотдача на одну секцию примерно одинаковая Расчетная секционность для обогрева 20 квадратных метров Также примерно одинаковая Поэтому решающим фактором при выборе будет являться цена Например, радиатор теплоход и радиатор Royal Thermo При одинаковой секционности Итоговая цена за радиатор значительно отличается В группе облегченных радиаторов ситуация следующая Радиаторы длиной 15, 17 и 18 секций Имеют высокое гидравлическое сопротивление Из-за этого они плохо прогреваются и некачественно дают тепло Поэтому при выборе обращайте внимание на их теплоотдачу Например, у радиатора Firenze Теплоотдача на одну секцию 115 Вт Так, у радиатора теплоход Light Теплоотдача на секцию 145 Вт При одинаковой стоимости за секцию Для обогрева 20 квадратных метров Радиатора Firenze потребуется на 4 секции больше Что значительно влияет на итоговую стоимость Советуем при выборе радиаторов отопления Обращать внимание не только на стоимость Но и на вес, размеры и теплоотдачу На этом все Спасибо, что досмотрели до конца Надеемся, что видео оказалось полезным